Лучших представителей семейства кошачьих выбирали в Петрозаводске в минувшие выходные. В Карельской столице прошла выставка кошек The Best Day. Пока эксперты оценивали хвостатых участников, гости могли не только посмотреть на животных, но и помочь подопечным первого Петрозаводского общественного приюта. Очень правильное расстояние между ушами, закругленные кончики, спадается вперед, широкая трапеция. Своенравные сибиряки, аристократичные британцы и поражающие своими размерами мейн-куны всего носут экспертов на выставке The Best Day в Петрозаводске были представлены 150 кошек и котов самых разнообразных пород. Элина Грачева со своей кошкой породы Бурма на выставке впервые. По паспорту эту 10-месячную красотку гордо зовут Мурбург Оливия Блэк. Для домашних – просто Алиша. Сейчас она очень сильно нас волнует, так как это первый опыт. Но дома с детьми двухлетки ее просто обожают. И на руках таскают, и гладят. Со старшей очень хорошо ладят, спит всегда с человеком вместе, рядышком, прямо у головы. То есть для семьи, для дома – это идеальная кошка. А вот Владимир Карачев – опытный заводчик. Вместе с подопечными своего питомника регулярно принимают участие в выставках. В этот раз представляют сразу шесть кошек шотландской породы. Мы занимаемся породой шотландских кошек. Они есть двух, точнее даже четырех разновидностей. Длинношерстные, короткошерстные. Есть вот такие вот веслоухи, кошечки, у которых сложены ушки. И есть кошечки и коты со стоячими ушками, то есть с классическими. Вообще эта порода в первую очередь отличается именно наличием вот таких вот ушек. Больше ни у кого таких нет. Такие выставки для животных – это не только возможность для участников получить оценки экспертов, дипломы и кубки. Это праздник как для самих заводчиков, так и для гостей. Посетители могут и посмотреть на породистых кошек, и получить ценные советы от экспертов, которые помогут определиться с выбором породы. Очень хорошо, очень полезно приходить на выставки, потому что можно посмотреть и на кошечек, на их внешний вид, на их темперамент. То есть узнать от заводчика, который уже профессионально занимается этим, как ухаживать, как заботиться о кошечке. На выставке не забыли и о тех животных, которые по воле судьбы остались без хозяев и пока живут в первом Петрозаводском общественном приюте. Благотворительный фонд открытой возможности провел акцию «Добрая открытка». Это уже пятая наша акция «Добрая открытка». И так как в нашей семье в этом году появился питомец, мы решили, что вот эта «Добрая открытка» будет для животных. И отличительной особенностью этой акции является то, что сейчас «Добрую открытку» можно забрать себе. Мы ее никому не подписываем, а взамен принести корм, крупу или туалет для животных, которые мы впоследствии раздадим в приюты Карелии. На этой выставке конкретно мы помогаем первому приюту. Гости выставки на протяжении двух дней приносили корма, медикаменты и другие принадлежности, в которых нуждаются подопечные первого Петрозаводского общественного приюта. Все, что удалось собрать, мы вместе с Натальей Абрамовой передали руководителю приюта Владимиру Рыбалко. Сейчас здесь содержат 120 собак и 80 кошек. «Мы не зря называемся общественным приютом, потому что полностью зависим от помощи людей, от волонтеров, от жертвователей, от благотворителей. Помощь нужна самая разная. Ну, корма, вот как сейчас, и для собак, и для кошек. Ну, для собак мы принимаем крупы, например, рис, гречи, чтобы варить кашу. Для кошек принимаем пакетики влажного корма. Важен для нас древесный наполнитель для кошачьих лотков. Достаточно много у нас его уходит. Можно привозить ошейники, поводки для собак. Обычные газеты, старые газеты, которые мы тоже используем в качестве подстилки». Кроме того, в приюте постоянно необходима волонтерская помощь, например, для выгула собак или работы на территории. Желающие могут обратиться в группу приюта ВКонтакте или позвонить по номеру телефона. «Кому-то очень вкусно». Спасибо. Спасибо.